Месяц назад мы рассказывали, что компания Хавейл отозвала в России все 16 тысяч кроссоверов F7 и F7X из-за опасности растрескивания топливных трубок на морозе и последующего возгорания. В декабре несколько таких машин сгорели на Урале и в Сибири. И вот точно такая же напасть постигла марку G.Li. Компания отзывает 18,5 тысяч кроссоверов Atlas, проданных за три года. Список ВИН-номеров опубликован на сайте Росстандарта. Причина буквально такая же, как и у Хавейлов. При температуре воздуха минус 40 градусов Цельсия и ниже возможно повреждение трубок между топливным модулем и фильтром из-за воздействия статического электричества, что может привести к возгоранию. Пока известно как минимум о двух пожарах в Усинске и Сургуте. Поэтому владельцам Atlas рекомендовано отключить автозапуск двигателей и срочно отправиться на сервис. Следующее событие со знаком «плюс». Некоторое время назад марка Peugeot наладила местную сборку фургончиков-партнер второго поколения. А теперь, чтобы сделать новинку привлекательнее, к партнеру решено приладить двигатель российского производства. Дизельная 1.6 отдачи 95 сил. Этот мотор вдобавок ставят на базовые версии близнецов Peugeot Expert и Citroёn Jumpy. Движок российской сборки позволит как минимум сохранить цену всех этих моделей. О локализации компонентов речи пока не идет. Возможно, обрастать местными деталями французский турбодизель начнет позже. У следующей новинки бескапотного среднетоннажного грузовика Valdai Nets двигатель импортной марки Cummins. Хотя шестиступенчатая механика не только собрана, но и спроектирована силами самой группы ГАЗ. Серийное производство этой модели стартовало пару недель назад, а сейчас ГАЗ опубликовал прайс-листы. В продажу пошли сразу несколько вариантов модели с двумя вариантами колесной базы и тремя исполнениями грузовой платформы. В начальной версии новинка будет стоить 2 миллиона 280 тысяч рублей. Столько придется заплатить за шасси без надстроек. В базовую комплектацию включены 125-литровый топливный бак, круиз-контроль, система стабилизации и даже кондиционер. Продолжение следует...